Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Вот и наступил гражданский Новый год по Григорианскому летоисчислению. И тем не менее, невольно хочется сказать слава и благодарение единому нетленному царю веков. Он явил нам новое лето своей благости. Из таинственных недр вечности исходит каждый Новый год нашей жизни. И неудивительно, что он окутан для нас неизвестностью, порой мраком этой неизвестности, в которую мы напрасно стараемся проникнуть нашим взором. И, наверное, неясное предчувствие будущего здесь в этой неизвестности невольно переходит в скрытую тревогу. За это последнее. Опасения смешиваются с надеждой и жаждой счастья. Но при виде нынешних грозных знамений времени это чувство достигает особого напряжения. Что год грядущий нам готовит, с тревогой спрашивает себя каждый из нас. Является ли он вестником нового, испытующего посещения Божие, новых скорбей, лишений, болезней? Или он несет с собой маслячную ветвь мира и страдавшейся земле, омытой человеческой кровью, слезами и страданиями? Будем ли мы снова переживать муки рождения? Или для нас расцветает новая жизнь, исполненная красоты и радости, победившей правды и мирного созидательного труда? Не в сие ли время, Господи, Ты устроишь свое царство? Слышим мы слова в деяниях апостолов. И вместе с апостолами готовы мы снова вопрошать провидение, но нам, там же в деяниях об этом говорится, нам не дано разуметь времена и лета, которые Отец положил в Своей власть. Поэтому давайте принесем свою испытующую мысль в жертву вечному и премудрому Богу. И, как говорит евангелист Матфей, обрящим покой душам нашим. Как только каждый из нас скажет с христианским смирением, Отче наш, да будет воля Твоя, Божественный мир вольется в наше сердце, И нас не устрашат больше тревожные признаки неизвестного будущего. Этот небесный мир не оставит нас среди самых тяжких искушений. Как не оставлял Он мучеников среди неописуемых страданий. Как не покидает Он никого среди ужасов смерти от вирусов в сегодняшнее время. Господь просвещение мое и Спаситель мой Восклицает духоносный пророк Давид. Кого убоюся? Господь защититель живота, то есть жизни моей я, От кого устрашуся? И если это святое упование осенит нас, То мы не убоимся и не смутимся от страха человеческого. Пусть наши недруги в дерзновении своей гордыни Объявляют себя уже теперь владыками Вселенной И определяют границы своих владений, Мы верим, что если Бог будет с нами, То слово, ежа они возглаголют, Не пребудет в них и совет, Который они отвещивают на нас, Разорит Господь. А тем малодушным сердцам, Которые в сегодняшних обстоятельствах окружающего нас мира Невольно колеблются И теряют почву своей внутренней жизни, И готовы увидеть уже все признаки Приближающегося апокалиптического потрясения, Предлагаю помянуть дни древние и поучиться. Что я имею в виду? Обновляя времена и лето, Владыка времен обновляет и самую человеческую жизнь, И иногда как бы творит ее вновь. Наша история не бедна такими примерами. Из нашей немощи по воле Божией Вновь и вновь рождается Могучая зеждительная сила. Из хаоса возникает стройный порядок, На котором опирается наше благополучие Даже до нынешнего времени. Ведь Бог еще очень милостив к нам. Испытуя нас, Он не потребовал от нас тех жертв, Какие принесли некогда наши предки. Утвердимся и мы той же спасительной надеждой. В обновлении сердца вступим в новое лето милости Божией. Да обновится же ныне дух несокрушимого мужества, Терпения и упования в каждом из нас. Невозможное для человека Досоделается возможным силою и могуществом Божьим. И невольно хочется воскликнуть с пороком Исаием. Владыка Господи Божий наш, Времена и лето положи вы в своей вечной власти. Ты сам обнови в сердцах наших дух правый И духом владычным утверди нас. Пошли Духа Твоего и созиждимся и обновиться лице земли. Среди нынешней скорби прииди к нам, Благовестите нищим, Исцелите сокрушенное сердцем, Проповедуйте пленникам отпущение, Слепым умом и сердцем прозрение. Ведь все в нашей жизни И молитва, и труд, и радость, и скорбь Путь человеческой жизни, Который должен проходить под знаком Божьим. Все должно находиться перед лицом Христовым. И тогда каждый день, каждый час, Каждое мгновение заполнится Его священным присутствием. И не будет ни одного дня, Ни одного часа и мгновения, В которое бы мы жили без Бога, Вне Его, вдали от Него. С грядущим праздником Рождества Христова Приветствую всех нас В это новолетие Благости Божией. Субтитры создавал DimaTorzok